МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на нашем канале очередная передача из серии «Горячий интерес к холодному оружию». Вот я сегодня выступаю в таком не совсем обычном для себя амплуа. Я, как известно, не коллекционер. И вообще специалистом по холодному оружию я себя не считаю, хотя я написал о нем несколько книг. Но, тем не менее, сегодня у нас весьма нетипичный для коллекционеров холодного оружия предмет. Предмет достаточно редкий. И в то же время предмет, за которым стоит целая эпоха и огромный пласт исторической информации. Поэтому мы решили, что расскажу о нем я. Тем более, мне в свое время довелось открыть некоторые новые сведения касательно этого предмета. Этот предмет – кавалерийская пика образца 1910 года. Надо сказать, что, несмотря на то, что вроде бы вот, ну, что в ней сложного, да? Труба, наконечник боевой, который на самом деле правильно называется, копьем, петля, ножник. Далеко не каждая коллекция холодного оружия, что музейная, что частная, она даже когда была возможность обзавестись этими предметами, она этой возможностью воспользовалась. Почему так? Ну, во-первых, вещь достаточно громоздкая. Больше трех метров, там, 3,20 с чем-то, почти 3,30. Не помню, сколько там дюйма, там, в миллиметрах пересчитываются. К сожалению, вот не та уже память. Она достаточно громоздкая. Она достаточно такая вообще неудобная, что в хранении, что в экспонировании. Вот из-за известных собраний хорошей коллекцией пик располагает Тульский государственный музей оружия. Причем у них в фондах есть как собственные пики образца 1910 года, отечественные, так и их германские прототипы, германские кавалерийские пики. И очень интересно, вот, можно наблюдать, как, в чем отличие состоит нашей пике, которая, собственно, была общей идеей позаимствованной германской, от как раз вот своей прародительницы. Широко бытует мнение, что пика вообще это такое какое-то недооружие, которое там вот им там мало кто пользовался, и к концу Первой мировой войны якобы их все побросали. Ну, бред, конечно, сумасшедшего. Кто так пишет, тот просто не понимает, о чем вообще идет речь. Начать надо с того, что пика — это оружие древнейшее, то есть древко с каким-то боевым наконечником, этим оружием вооружались еще первобытные люди, причем там стали различать копии метательные, от которых пошли и дротики, потом и римские пиломы всевозможные, но это именно метательное оружие. А здесь копии, которыми вооружалась пехота, и вот пики. Вообще, мне не совсем понятно, когда копье стало называться пикой. Вот в этой пике 1910 года в ней есть деталь, которая называется копьем. В трудах уважаемого мной Александра Николаевича Кулинского эта деталь называется боевым наконечником. То есть, соответственно, это металлическая деталь, которая выполнена отдельно от древка, конструктивно скрепленной с ним в данном случае заклепкой, и служит непосредственно для нанесения удара колющего. Хотя и тут есть нюанс один. Чуть попозже я сейчас скажу о нем. Итак, пика оружия древнейшая. В нашей стране так исторически сложилось, что лучше всех пикой владели, конечно, казаки. Я далек от идеализации казаков как рода кавалерии, тем более применительно к началу 20 века. Но надо отдать им должное, что пикой донские казаки. Вообще считалось, что донцы лучше всего владели пикой. Вот был такой немецкий военный атташе Гейнафон Базедов. В России он достаточно долго прожил. Естественно, он, как и любой военный атташе, это, в принципе, легальный военный разведчик, находящийся при иностранном государстве. У него есть книжка «Путевые впечатления о военной России», и он там написал, что владение пикой приходит в упадок. Это где-то конец 90-х, начало 900-х годов. На тот момент действительно только донские казаки сохраняли вот это вот дедовское старинное оружие, именно вот в совершенстве им владели. Точнее, не сохраняли это все казаки, в совершенстве владели им только донцы. Но здесь надо отметить, что вообще период конца там 19 века, 80-е, 90-е годы, это, конечно, период упадка фехтовального искусства. А действовать пикой совершенно не так просто, как может показаться. Как и любое оружие, оно требует специальной подготовки, навыка. Но в то же время в старинной донской казачьей песне, вот из песни «Слово не выкинешь», поется, что сабля ужасна, пика лиха. Что же это за оружие? Почему же, вот в чем же его отличительные свойства? А свойство в том, что кавалерист, казак ли, регулярный ли конник. Когда кавалерийская схватка, бой на холодном оружии, там, саблях, палашах, шашках на клинковом, там более-менее все понятно. Соответственно, там, ну, длина клинка приблизительно одинакова, там плюс-минус у кирасир побольше, у легкой конницы поменьше, потому что палаши, они традиционно, там более рослые люди, и, соответственно, клинки более массивные, более длинные. Но легкая конница, она, в общем, не предназначена для того, чтобы там с кирасирами-то рубиться. А вот, что касается, когда, допустим, конницу приходится атаковать пехоту, а у пехоты все-таки на вооружении ружье достаточно длинное само по себе, еще и со штыком тоже достаточно длинное. И вот кавалеристу с коротким, по сравнению с ружьем-плинком, конечно, нужно чем-то противодействовать пехоте. А, собственно, одно из назначений конницы – это атака пехотного строя, пехотного фронта, как в те времена говорили, пешего фронта. Пика здесь, она дает кавалеристу определенные преимущества. Во-первых, она длинная, во-вторых, она наносит достаточно мощный удар. Тут уместно, может быть, вспомнить историю средневековых турниров, ведь турниры – это же, собственно говоря, там разные виды турнирных поединков, но турниры – это поединок на копьях. Были специальные турнирные тупые копья, были еще турнирные шлемы, там специальный даже потом появился турнирный доспех, который должен был, собственно говоря, защитить всадника, чтобы поединок был, как бы сейчас сказали, нелетальным. Но в любом случае, любой удар, копьем ли, пикой ли, то всадник должен там задействоваться кинетическая энергия не только всадника, но и лошади. Всей вот этой системы, как сказали бы ученые. То есть всадник упирается в луку седла, и к делу идет вся накопленная энергия кинетическая и всадником, и лошадью. Это достаточно большая масса. Вот был такой Владимир Трубецкой в начале XX века, многократно мною упоминаемый, служивший в Лейбварде, Кирасирском и Ее Величество полку. Кирасир, Ее Величество, не страшатся вин количество. Оставил по себе прекрасные мемуары, энциклопедию, можно сказать, гвардейской жизни в своем роде. И вот он как раз с этими пиками, то есть вот в России пики длительное время сохранились на вооружении казаков, улан и Кирасир. Вот такой парадокс. Кирасир и тяжелые конницы были вооружены пиками. Вот он застал еще пики деревянные, предшественницы вот этого образца. Он называл их очень толстые, тяжелые, длинные, вроде средневековых рыцарских. Прарыцарские оставим на его совести, то, что они были деревянные, действительно очень тяжелые. Это факт. Он говорит, я сам мог убедиться, какие жуткие раны может наносить это древнейшее оружие. Там разные упражнения они делали, в том числе было такое упражнение подбрасывание пики над головой. Нужно было пикку подбросить и поймать. И вот однажды один солдат не поймал, она у него упала на землю, начала заваливаться назад, и следующий за ним в смене учебный строй, когда лошади идут друг за другом на расстояние, как правило, корпус или двух корпусов называется сменой. И вот следующий солдат в смене, он, естественно, этого не видел, потому что он свою пику ловил. И он со всей дури, со всего размаху наехал грудью на острие пики, на копье. Оно вышло у него там на ошин на целое, на 70 сантиметров из спины. Пику извлекли, отнесли его в лазарет, но спасти его, естественно, не было уже никакой возможности. Хотя там в лазарет, вот у нас там любят нам внушать, что гвардейский солдат, вообще солдата в России там за людей не считали. Здесь в лазарет спешно приехал сам командир полка, и на руках у него солдат этот скончался, тем не менее. Да и современная медицина не факт, что могла бы ему помочь, а уж тогдашнее это и подавно. Там потом собирали деньги по подписке, несколько тысяч рублей, там, семье потерявшей кормильца, но это отдельная история. Таким образом, пика, она способна наносить страшные раны, она способна поражать была врага достаточно надежно, если так можно выразиться. Вот уже в мировую войну, там, очевидцы, они просто видели, как австрийские солдаты, там, тела их, они просто были пригвождены пиками к земле, там, с такой силой казаки били. Но, однако же, пики, образец которых был утвержден в 60-е годы 19 века, и дожили они до начала 20-го столетия. Во-первых, им была вооружена далеко не вся конница, а во-вторых, из самых главных, сама пика уже была архаичная, деревянная древка и достаточно массивное тяжелое копье и тяжелый, соответственно, нижний наконечник, который еще называют подтоком. Не мудрство и лукаво, а ведь пика в начале 20-го века начать надо даже, может быть, еще глубже немножечко заглянуть. Вот есть многократно напоминаемая мною книжка тульского автора по фамилии Оськин, которая называлась «Крах конного Блицкрига». То есть перед мировой войной на конницу возлагались весьма и весьма серьезные надежды. Она должна была совершать глубокие, как бы сказали потом, рейды в тыл противника, уничтожать коммуникации, нарушать, уничтожать штабы, склады, там, подрывать мосты и так далее. Поэтому конница, в нее вкладывались в России достаточно серьезные средства. Там обращалось большое внимание на индивидуальную подготовку лошади, на индивидуальную подготовку всадника. Там дорогой был высококачественный конский состав. Государство там вкладывалось в совершенствование конских заводов, в улучшение породных показателей лошадей. Но это большая тоже такая тема, очень глубокая. Это вот есть в Москве такой музей коневодства, в Темиревской сельскохозяйственной академии. Вот там эту тему очень знают и любят, что касается лошадей. А мы лишь скажем, что с такой пикой, пришедшей с 60-х годов, с деревянной, конечно, конница, она воевать не могла. Собственно, еще с конца 19-го столетия прошли разговоры, что у немцев пика железная и кажется легче нашей. А надо сказать, что немцы немцами, немцы вообще никогда хорошими, особо кавалеристами не были. А вот что касается австрийцев, вот у этих людей, ведь это же гусары. А гусары, они венгерские очень всегда кичились тем, австро-венгерские уже на тот момент, что это очень там древний род конницы, вот у них там, вот мы от древних гуннов там ведем свою родословную. Польская конница, польские уланы были весьма неплохи и высоких боевых качеств. То есть поляки, которые служили в австро-венгерской армии, тогда, собственно, Польши как государства-то не было. А поляки служили в австрийской армии, вот из них набирали уланские палки. И вот существовало такое выражение у австрийских кавалерийских генералов, что один поляк стоит двух мадьяр. Ну, здесь ассоциации с бравым солдатом-швейком, они не совсем правильные. Имелась в виду не национальная принадлежность, конечно же, а имелся в виду один польский улан, вооруженный пикой, кавалерийской железной пикой, может отбиться от двух гусар с саблями. И действительно, фланкировка пикой, то есть вращение отбива сабельных ударов, они у австрийцев отрабатывались до очень высокой точности, до точности такой. Всерьез, например, рассматривалась версия о том, чтобы вообще у кавалерийстов отобрать саблю. То есть оставить им клинковое оружие типа тесака для бивачных работ в качестве оружия самообороны, а дать им одни пики. Ну, мировая война показала, что это было несколько поспешное решение, в общем, его не успели притворить в жизнь, но такие варианты широко обсуждались на страницах военной печати, в том числе отечественного журнала «Разведчик», применительно, естественно, к австрийской коннице, это просто были перепечатаны. У нас, ну как же мы можем от нашей шашки знаменитой отказаться, про которую мы как-то уже рассказывали. Итак, где-то к началу 20 века стало понятно, что пику надо менять, что пика должна быть трубчатая, стальная. Такие пики значительно лучше сопротивляются перерубанию, они легче деревянных, ими легче фланкировать, то есть отбивать удары, в общем, одни сплошные плюсы. В чем минусы? Ну, во-первых, у немецкой пики копьё по нашей терминологии, то есть боевой наконечник, это, конечно, были одни слезы. Там пирамидальный наконечник, четырёхранный, тупые грани, то есть только для нанесения колющего удара. Во-вторых, и самое главное, то есть копьё уже не годилось, пришлось бы что-то своё там как-то видоизменять. Второй момент был ещё серьёзнее, заключался он в том, что настолько высокотехнологичная продукция, как цельно натянутая стальная труба, тонкостенная, в России просто не выпускалась. У нас не было такого оборудования, не было ни одного завода, который выполнил бы такой заказ. Поэтому при разработке кавалерийского вооружения, кавалерийской пики, за образец была взята труба, изготовленная знаменитой германской фирмой «Рейнметалл». То есть закуплена была целая партия таких труб. И в отличие от германской пики, отечественной пикой была оснащена очень важный момент, это вот копьё, он же боевой наконечник. Копьё это разработал был такой генерал Хрещетицкий в войске Донском. И особенность этого копья заключается в чём? Во-первых, оно трёхгранное. Причём оно с листовидными, тонкими гранями, и оно изначально предназначено не только для того, чтобы им колоть, но ещё и для того, чтобы им рубить. А если, держа пику в руке, вот концом нанести, представляете, какой это будет мощный рубящий удар, страшно. Вот эти грани, они же остро заточены. При фланкировке, при отбиве, это можно человека просто, не знаю, размазать, размазжить, не знаю, разрезать. То есть оно именно рубящее-колющее, это копьё, это не просто колющее оружие. И здесь именно казачья тактика, казачья техника, вот она была, так сказать, в углове угла, именно вот с учётом её и было разработано, это копьё системы Хрещетицкого. Копьё здесь, оно представляет собой, то есть задняя часть у него выполнена в виде втулки, оно просто вставляется в трубу и приклёпывается тремя заклёпками. Достаточно всё технологично и просто. Самое сложное было, поскольку наше копьё тяжелее немецкого, самое сложное было добиться нормальной балансировки. В конце концов, её добились. Я не помню, честно говоря, вот боюсь, каюсь, вот когда была у меня возможность, упустил, не помню. По-моему, вот этой детали у немцев нет, пенькового рукава, который надет на пику в том месте, где держится за неё рукой всадник. Здесь рукав, он фиксируется тремя медными кольцами, ну, латунными, по тогдашней терминологии медными, эти кольца, они обжимаются на специальном прессе. Соответственно, чтобы не холодило руку, при соприкосновении с металлом. И сюда ещё надевался так называемый темляк кожаный. Это, если совсем грубо, кожаная петля с кожаным же костыльком, чтобы пику можно было возить так называемый пика за спиной, пика по плечу, то есть для, опять-таки, удобства перевозки и владения этим оружием. В нижней части мы можем видеть там на металлических антабках крепится так называемый ножник, то есть это кожаный ремень, при помощи которого пика, собственно говоря, там нога продевается в этот ножник, и таким образом, держа за темляк и продевшую ногу в ножник, пику возили. Её же всё-таки возить приходилось на дальнее расстояние, к седлу её не привяжешь, вот, соответственно, делали вот так. Образец был готов в 1910 году, и она поэтому и называется «Кавалерийская пика образца 1910 года». Но надо сказать, что тут высокотехнологичность по тем временам всё, а не только стальная труба, а и металловская. Например, копьё. Копьё изготавливалось из стали хорошего качества, закаливалось, оттачивалось. Причём так, чтобы его не нужно было оттачивать во время эксплуатации в войсках или там совсем чуть-чуть его, там, чуть-чуть совсем поддерживать остроту режущих кромок, так оно от точки вообще формально считалось, что оттачивать её незачем. Технологические проблемы были, плохо держалась краска на столе, потом выяснилось, что пика шумит, они действительно, эти пики, они звенели, потому что ты не можешь избавиться от того, чтобы пика соприкасалась там со стременами, с какими-то металлическими деталями упряжи, сбрую, точнее сказать, конской. Поэтому вот эта вот пика, она изнутри, труба должна быть заполнена резанной бумагой для того, чтобы глушить этот шум. Вот этот рукав пеньковый, он, его не сразу освоили, и технологию, он сползал, поэтому пришлось его подклеивать. Подклеивали и усовершенствовавшие технологию обжима вот этих вот колец, тоже достаточно это тяжёлая была работа. Где-то вот года с 911-го, наверное, эти пики пошли в войска. Причём, вооружали пиками поголовную всю конницу, точнее сказать, все кавалерийские полки, но только рядовых первой шеренги, то есть половину состава. В будущем мыслилось, что пики эти дадут всему составу, но эти затраты были для тогдашней России огромные, поэтому эта реформа, как и много других военных реформ, она притворялась в жизнь поэтапно. К началу мировой войны успели вот вооружить только первые шеренги, половину состава, причём, в первую очередь, эти пики поступали в части, дислоцированные на границе с Австро-Венгрией, лишь потом с Германией. То есть, оружие это считалось достаточно серьёзным, и на него возлагались большие надежды. Причём, для того, чтобы обучить рядовых, допустим, драгунских полков или, скажем, гусарских, у которых пик раньше на вооружении не было, там направлялись инструктора из числа донских казаков. Соответственно, здесь вот нечастый случай, чтобы казачья техника владения холодным оружием, она перешла в регулярную конницу. В результате, я говорю, пиками наши владели достаточно хорошо, пиками наши владели в совершенстве, но эпоха маневренной войны продлилась недолго, там наступила война позиционная, а потом вообще начались аэропланы, газы, танки и прочая гадость, там бронепоезда, бронемашины, в общем, конница, она, при всём к ней уважении, она перестала быть родом войск, определявшим исход войны. Но, тем не менее, пики, насколько известно, они состояли на вооружении до конца Первой мировой. Естественно, что с началом боевых действий ни о каких поставках германских труб речи быть не могло. Трубы эти, их закупили до войны в достаточном количестве на перевооружении всей конницы, на пополнении обыли уже не было. Поэтому приходилось не совсем понятно, то ли это шведского производства трубы, то ли это немецкие трубы, закупленные через третьи страны, практика такая существовала, например, всем известные пистолеты Маузера, 10-зарядный Маузер К-96, они в России закупались, там частично это была дочерняя фирма, в Испании, если не ошибаюсь я, частично там через какие-то опять же третьи руки, там эти изделия Маузера, верки, они все-таки попадали в Россию. Очень много труб для пик цельнотянутых стальных закупалось в Америке. Опять же, не вполне понятно, то ли это американского производства, то ли это, так сказать, как в одной соседней с нами стране покупали Уголь по системе Роттердам Плюс, утверждали, что он там из Южной Африки, а на самом деле этот уголь был Донецкий, просто вот в пути следования, что называется, поменяли ему документы. Такие схемы в те времена вполне могли быть, мне не совсем понятно, так это или не так, но можно считать эти пики американскими, так бы точнее сказать. Наконечники успешно делали сами. Существовали пики какие-то с деревянными древками, как заменитель военного времени, но важно не это, важно то, что от пики, как от оружия, до конца Первой мировой войны ни один кавалерийский начальник, естественно, так и не думал отказываться. Там еще оно, к сожалению, практически не встречается, вот на нашей пике, я смотрю, даже отверстия этого нет, а нет, есть отверстие, есть, 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 есть. Там придумали еще приспособление для крепления цветного флюгера, потому что на такую-то пику, на деревянную, там закрепить проще цветной флюгер, а на железо-то ты его ни шурупами, ни гвоздями никак, а поскольку кавалерийский полк без флюгеров это не полк, вот чтобы на параде было красиво, там придумали специальное приспособление с четырьмя такими металлическими пуговками, шаровидными, для крепления флюгера к пике, но успели ли его изготовить, что называется, в товарных количествах, у меня большие сомнения, что успели, потому что утвердили его достаточно поздно, то ли в 13-м, в 13-м году, соответственно, вряд ли оно успело там пройти, хотя, хотя, отверстия под него в пиках в некоторых стали делать прямо с завода, а в других велено было пробивать, оно, в общем, опыт показал, что оно не ослабляет прочность пики, и ранней советской конницы, этой же самой пикой она пользовалась этим же образцом, когда прекратилось это использование, опять же, не вполне понятно, к моему предположению, где-то в 20-е годы, потому что вот Красная Армия 20-х годов, это вообще такое очень любопытное сочетание элементов старого и нового, причем во всем, начиная от уставов, там, и служебной переписки, и заканчивая, там, не знаю, вооружением, так что вот, то, что пика, это такое недооружие, это совершенно не так, и Россия в этом отношении, образец на вооружении имела достаточно серьезный, хороший, и роль свою, конечно же, сыгравший в мировой войне. Благодарю вас за внимание, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин